добрый неважаемые коллеги мы будем начинать наше общество офтальмологов сегодня у нас повестки дня глоукома ну традиционно мы начнем с контроля присутствия и проведем опрос сейчас мы его запустим пожалуйста утвердить что вы присутствуете на платформе и вы активно можете участвовать мероприятия запустим пока идет опрос хочу напомнить что все мероприятия зарегистрированы системе нему и баллы будут предоставлены вам по электронной почте который вы указывали при регистрации некоторое время занимает оформление документов поэтому пожалуйста беритесь терпения и в течение где-то в течение месяца вам придут документы так ну уже практически все участники у нас подтвердили присутствие немножко подождем некоторые задерживаются подключение если вы опаздываете на мероприятие учитываем общее время присутствия тоже не переживайте все кто смотрел вебинар все получат баллы пожалуйста не переживайте итак мы наверное будем начинать сегодня у нас выступает доктор медицинских наук карлова елена владимировна она нам расскажет о качестве жизни пациентов с глоукомой елена владимировна вы можете подключиться выйти в эфир в правом верхнем углу у вас есть возможность включить камеру и микрофон да все вижу спасибо я включила микрофон и включила камеру очень рада всех приветствовать ага здравствуйте вас видно и я передаю вам слово спасибо наверное можно уже начинать я права я рада всех участников рада что мы снова собираемся в передной раз поговорить о глоукоме я рада что у нас есть такая возможность встречаться несмотря на то что мы с вами в разных регионах находимся и для меня бесконечно приятно принимать участие в мероприятии чебоксарского филиала нтк это место я горжусь тем что я бывала там и горжусь знакомством с коллегами оттуда очень важно что сегодняшний наш наше мероприятие мы проводим в месяц надежды дуревны горбуновой блестящим специалистом глоукомным и моя часть сегодня первая часть она будет посвящена вопросам качества жизни пациента с глоукомой мы очень много говорим про методы лечения мы много говорим про то до каких целевых цифр мы снижаем давление но иногда и я сужу по своим докторам своим коллегам здесь у себя мы иногда чисто не механически подходим ко многим вещам зачастую не успевая просто ставить себя на место глоукомного пациента и понимать а как собственно живется нашим с вами пациентам и это очень важно это происходит во многих вопросах и в лечении глоукомы в патрактальной хирургии когда очень много ограничений есть для наших пациентов этого вопроса дальше надежда юрина коснется и конечно на самом деле полезно иногда посмотреть на процесс совсем с другой стороны со стороны глоукомного пациента мне может быть немножко легче сделать потому что я много раз на лекциях это говорила что у меня у мамы подтвержденный диагноз глоукома поэтому я с одной стороны интересный такой вот человек с позиции необходимости скрининга а с другой стороны я вижу процесс еще и страны пациента и так качество жизни пациента с глоукомы хочу начать с того что еще в 2005 году мы изучали этот вопрос но я в рамках кандидатской диссертации своей и хочу сказать что наше лечение оно влияет совершенно конкретным образом на качество жизни пациента с глоуком и если любое другое лечение например хирургия катаракты терапия синдрома сухого глаза лечение конъюнктивита все это улучшает качество жизни пациента то про глоукомного пациента мы можем сказать однозначно что наше качество наше лечение ухудшает качество жизни нашего пациента почему да мы боремся за зрительные функции в долгосрочной перспективе да мы боремся за то чтобы наш пациент прожил свою жизнь зрячим чтобы его жизнь была качественной на этом долгосрочной перспективе а де-факто к нам приходит человек у которого не было до момента пока она не было поставлено не было хронического неизлечимого заболевания с перспективой слепоты у него не было ежедневных закапываний глазных капель ему не нужно было постоянно пробиваться кофтальмологу на регулярные осмотры ему не нужно было покупать или еще сложнее получать по льготным там рецептом эти капли и много каких забот у него не было а теперь они появились поэтому никаких сомнений в том что мы с вами делаем жизнь нашего глухомного пациента хуже как правило если это более или менее вовремя выявленные случаи никаких сомнений в этом нет и это подтверждено исследованиями соответствующими методами это опросники конечно же в основном и главные проблемы наших пациентов связаны с процессом использования глазных капель потому что это надо делать регулярно не забывать потому что капли имеют побочные действия в ряде случаев они стоят определенных денег и все это создает дополнительные сложности в жизни пациента с глухом и плюс сама постановка диагноза обратите внимание есть такая прекрасная публикация 15 года которая являясь научной публикацией в очень уважаемом журнале при этом содержит только цитаты цитаты пациента из высказываний пациентов и как раз эта публикация посвящена жизни с глухом и качеству жизни наших пациентов и так смотрите в красном прямоугольнике я хочу обратить ваше внимание на то что наша пациентка сказала в тот день я легла спать оставила дверь открытой в день постановки диагноза потому что подумала что если я проснусь слепой то хотя бы дверь будет открыта и я смогу выйти и дальше начался процесс лечения процесс взаимодействия с доктором и когда ее спросили в синем прямоугольнике чтобы вы сказали сейчас спустя несколько лет лечения чтобы вы сказали тем пациентам которым только что поставили диагноз глухом видите она бы сказала в зеленом прямоугольнике это указано я бы сказала не волнуйтесь и это не проблема переживаю ли я сейчас о том что могу осветнуть или о чем-то еще нет не переживаю и вот здесь ключевой становится роль наша с вами роль офтальмолога который сопровождает пациента на вот этом пути на пути лечения глухома сопровождает его на самом деле всю его жизнь а в течение жизни есть целый ряд ситуаций при которых пациент испытывает сложности испытывает ограничения и конечно же большинство этих ситуаций они связаны на самом деле со зрительными функциями то есть с ограничениями из-за снижения зрительных функций вот здесь они перечислены этой повседневной деятельности стандартные процедуры это и перемещение там по улице в толпе это по лестнице часто говорят об этом пациент это социальная активность которая часто у наших пациентов исчезает куда-то перестают они участвовали в жизни общества как как какая бы ни была эта активность влияние освещенности когда при смене освещенности испытывают наши пациенты проблемы ну и очень важная часть эмоциональные психологические аспект страх слепоты и ощущение растерянности гнева разочарования словом вот это много этих моментов преследует наших пациентов в течение их жизни и конечно хочется сказать о том что безусловно у нас нет с вами времени на приеме у нас нам сложно выступать одновременно психологами да или психотерапевтами но мы понимаем что не учитывать вот эти особенности жизни лукомного пациента мы сами просто не можем потому что я вспоминаю когда я писала кандидатскую то мы анкетировали пациентов в отделении мы проанкетировали наверное там ну больше тысячи человек точно мое представление вообще о жизни об офтальмологии об лукоме изменилась кардинально потому что я услышал такие вещи которые никогда раньше не предполагала что есть такие серьезные ограничения и такие серьезные проблемы у пациентов луком как происходит как как развивается вот эта ситуация по мере прогрессирования глукомного процесса давайте посмотрим на график давайте попробуем посмотреть следующее во первых мы можем с вами сейчас я сейчас нажму указочку если все будет хорошо да то сейчас то мы давайте посмотрим вот сюда на первую часть нашего графика обратите внимание на горизонтальной оси мы видим потерю светочувствительности от 0 децибел до минус 5 децибел то есть это пока еще очень небольшие потери светочувствительности сетчатки индекса md так вот вначале первое время по мере прогрессирования глукомного процесса в этой вот части графика сейчас мы видим некий темп снижения качества жизни а по вертикальной шкале у нас как раз качество жизни в баллах обратите внимание на период который идет дальше я считаю это принципиальным очень мало наших пациентов выявляются вот на первом отрезке и в основном наши пациенты выявляются глуком у них выявляются вот здесь на втором отрезке от минус 5 децибел до минус 15 децибел это очень благополучное время это время когда прогрессирование функциональных изменений углубление усугубление вот этих вот дефектов потери светочувствительности практически не приводит к снижению качества жизни и наш пациент не замечает что происходит он живет по-прежнему он он может очень многое но давайте посмотрим что происходит дальше на третий отрезок и с минус 15 децибел и далее происходит обвальное снижение качества жизни колоссальная мы увидели вот этот отрезок у многих наших пациентов прошел во время ковидных ограничений те пациенты которые приезжали к нам на автомобиле приходили сами выглядели очень самостоятельными людьми они вдруг пришли беспомощными слепыми растерянными испуганными и вот к сожалению вот именно это вот такое обвальное снижение качества жизни случилось со многими из них поэтому мы должны помнить что за периодом мнимого такого благополучия что ну вроде бы живет живет пациент ему хватит вот этого темпа ему хватит для того чтобы он дожил зрячим все вроде неплохо но дальше наступает вот такой тяжелый период обвального снижения зрительных функций ну хорошо известные кадры хорошо известные картинки про то что наш пациент конечно не чувствует того что с ним происходит до того момента пока он поймет что уже не может допустим там по лестнице идти потому что или либо водители у нас был пациент который работал адвокатом который водил автомобиль и который два раза попал в аварию к счастью там обошлось без жертв потому что одна из них была с наездом на пешехода и он пришел по термологу со словами что со мной что-то не так я обратил внимание что я с одной стороны не замечаю объекты я вначале допустил столкновение с другим автомобилем потом вот этот ужасный эпизод с пешеходом ну к счастью там все все более или менее обошлось и он понял что есть какая-то проблема почему он не замечал этого раньше казалось бы ну молодой трудоспособный пациент ну разберите что у вас с полем зрения такое давайте посмотрим вот на эти картинки это постепенное ухудшение поля зрения я считаю что это лучшая иллюстрация ухудшение поля зрения у глухомного пациента почему она лучше а потому что если мы посмотрим на все три картинки на первый взгляд они не покажутся нам отличающимися как это и не кажется глухомным пациентам но если посмотреть очень внимательно мы видим что на каждой картинке птичек становится меньше то есть какие-то фрагменты выпадают но это ни в коем случае не черные пятна и не серые пятна а это все те же веточки которые здесь видны а потому что наш мозг достраивает отсутствующие изображения и картинка нам по-прежнему кажется вполне естественной иными словами наши пациенты к сожалению замечают изменения и качество жизни их серьезно страдает уже на очень и очень поздних стадиях процесса есть хорошая статья на эту тему которая как раз и показывает данные опроса пациентов о том как выглядят глухомные дефекты для них мы видим что ни у кого это не темный тоннель конечно же а абсолютное большинство всех ситуаций это либо размытые участки которые не сразу даже понятны это без симптомов полностью картинка или выпавшие участки вот так это будет выглядеть в реальности и ни один пациент не придет к нам рассказывать что у него есть темные какие-то фрагменты где-то в полях зрения возвращаясь к теме как мы можем на это все повлиять дело в том что не только наше лечение влияет на качество жизни ухудшая его но еще целый ряд организационных моментов связанных собственно с организацией этого самого нашего с вами лечения и здесь вот в работе которую мы проводили тогда мы обнаружили что есть существенная разница например между такими категориями как городские и сельские жители и здесь разная структура ограничений если в сельских районах это были ограничения там физической активности больше имели значение для пациента недостаток знания заболеваний низкая доступность помощи то есть это все мы тоже должны учитывать поэтому конечно тема эта интересная и важная и не только при нашем общении с пациентом это важно учитывать но и конечно же в организации противоглукомной работы потому что ковид вроде как заканчивается коллегия минтрава да вчера по моему она была на которой обсуждалось что все мы входим в плановое русло по всем видам помощи соответственно и лукомные проблемы снова становятся очень и очень важными собственно для нас они актуальность свою и не теряли важно то что наши пациенты поскольку лечатся они всю жизнь то по мере лечения они приобретают опыт конечно лучше было бы чтобы опыта не приобретали не в очередях друг с другом общаясь сидя к нам очереди и обсуждая а лучше бы конечно чтобы они приобретали опыт как-то все-таки много источником этого опыта были какие-то научные знания об этом я скажу несколько слов но важно то чтобы по любому приобретается по ходу лечения и важно то что очень Очень многие вещи меняются. Здесь представлены данные о результатах опроса пациентов, которые только-только начинали лечение. И это у нас зелёные данные, зелёные кружочки. И пациенты, которые лечились уже в течение нескольких лет. И обратите внимание, ухудшает ли глоукома жизнь? Вначале всё-таки не так сильно ухудшает. Потом, по мере понимания перспектив, по мере получения разного вида лечения, всё-таки пациенты чаще отвечают, что глоукома ухудшает их жизнь. То же самое с влиянием на эмоции. Грустные мысли по поводу прогнозов заболевания и так далее, конечно же, всё больше и больше пациентов наших одолевают. Третий вопрос. Я не даю снизу по списку вопросов. Как долго продлится ваше заболевание? Если вначале ещё у кого-то, да, вы видите, что здесь 7 баллов из 10 выбрали пациента вначале, у кого-то есть ещё какие-то иллюзии в отношении того, что он пройдёт, вылечится. Курс лечения, да, обычно используют наши пациенты в выражении курс лечения, про капу, капли, то по мере лечения спустя несколько лет мы видим, что практически никто уже, то есть это почти 10 баллов, то есть все уже понимают, что это заболевание не пройдёт. Ну и важный момент, наверное, очень важный для нас, насколько лечение улучшает течение болезни. Мы видим, что здесь небольшой сдвиг произошёл за несколько лет, но всё же какая-то часть людей по мере получения знаний, по мере получения лечения поверила в то, что лечение улучшает течение болезни. И это, конечно, очень и очень важный для нас момент. Над этим мы, конечно, должны бы работать больше. Кто над этим будет работать? Ну, собственно, оказывается, что мы с вами врачи-офтальмологи, и вот о роли врача-офтальмолога, продолжение вот этой статьи с цитатами из пациентов. Однажды мой врач сказал мне нечто очень важное. Он сравнил лечение моей глоукомы с движением по дороге, когда ты не можешь свернуть направо или налево, а должен двигаться туда, куда нужно, чтобы достичь цели. Но если я буду выполнять всё, что он говорит, то мы пройдём этот путь вместе, и я не ослепну. Это очень важно. И поэтому, конечно же, работа с пациентами – это очень и очень важный момент. Действительно, есть объективные особенности. Но давайте подумаем о том, как мы рассказываем о них нашим пациентам. У нас есть конкретные данные. Мы знаем, что глоуком – хроническое неизлечимое заболевание, приводящее к специфической атрофии зрительного нерва. Как это воспринимают пациенты? Это значит, что наша болезнь моя никогда не пройдёт, и состояние может только ухудшиться. Дальше. Мы владеем с вами статистикой. Мы знаем, что в России более 1,3 миллиона больных глоукомы – это главная причина слепоты и слабовидения в Российской Федерации. Как воспринимают эту информацию пациенты? Они думают, что действительно много людей болеет, много людей слепнет. Значит, хорошего лечения ещё никто не придумал. Наверное, я тоже ослепну. Вот примерно так это выглядит со стороны пациентов. И надо сказать, что это не очень радует. Важно ещё и то, что даже обращая внимание уже на конкретные методы лечения, мы, как правило, не успеваем сделать очень понятных и простых вещей. И в частности, мы не успеваем проконтролировать, как пациенты капают капли, и, в общем-то, толком заняться вот этим вопросом, разобраться, как всё происходит в жизни пациента. А на самом деле получается, что все навыки – закапывание капель, хранение, организация и процессы лечения – они критически важны, потому что это именно и есть то воздействие, которое нам обеспечит сохранность зрительных функций. Я, конечно, представляю, и сама представляю немножко другую часть глухомных специалистов, то есть я всё-таки больше к хирургии имею отношение. Но я это говорю с абсолютно спокойной совестью, потому что сейчас рестарт терапии после хирургии – это абсолютно обычное дело. И, к сожалению, хирургия не позволяет отказаться от закапывания капель у огромной доли всех пациентов. Поэтому, де-факто, это главный вид лечения. Мы бы хотели, чтобы это было не так, но это так. Вот. Важно, что, конечно же, всё это – это главный фактор успеха. И в большом исследовании, о котором я ещё сегодня скажу, было показано, что в три раза чаще не достигается давление цели у тех, кто плохо выполняет рекомендации. Ну, совершенно неудивительный факт. Понятно, что если не капать каплю, то работать они не будут. Важная работа, которая была проведена совместно с компанией «Сантен», и которая ставила своей целью исследование реальной приверженности лечению и реальных результатов. Большая работа, много офтальмологов было задействовано, много пациентов. Реальная клиническая практика. Это очень важно. То есть ничего не делалось постановочно. Данные собирались исключительно из того, что реально было результатами работы офтальмологов в разных регионах Российской Федерации, 11 регионов. В итоге, если возникают неприятные ощущения, то треть всех пациентов прекращает закапывание глазных капель или пропускает его. Говорят ли наши пациенты об этом врачу? Далеко не всегда говорят. Говорят, чаще просто пропускают или прекращают, не сообщая об этом врачу. Конечно, понятно, что есть влияние консервантов на эту ситуацию. Про консервантов мы сейчас знаем уже очень много. Про это дополнительно рассказывать много смысла, наверное, нет. Но все те симптомы, которые характеризуют как раз неприятные ощущения, из-за которых начинаются пропуски закапываний, все эти симптомы намного, даже по данным реальной клинической практики этой работы, они, конечно, намного более выражены в случае консервантных препаратов. Это мы тоже с вами отчетливо понимаем. Что важно? Важно то, что пациенты, получающие без консервантной формы, намного реже делают перерывы в лечении. Практически в два раза реже, чем те, кто получает консервант. Поэтому понятно, что это все в совершенствовании. Если вы обратили внимание, то очень многие компании по этому пути пошли. Но мы очень хорошо знаем, конечно, про Сантен, который совершенно революционные вещи сделал. Но мы понимаем, что это путь к совершенству, что по этому пути многие начали двигаться. Итак, де-факто перерывы значительно реже у тех, кто получает без консервантную терапию. И вот это один из моих любимых слайдов в этом большом исследовании. И это реальная приверженность лечению. Есть споставление этих данных. Сейчас я взгляну, есть ли тут данные, которые нам сказали врачи-офтальмологи. Смотрите. Приверженность лечению исследовалась при помощи анкеты Марис Кеврина. Я сейчас ее покажу вначале, а потом вернусь вот к этой диаграмме. Дело в том, что если мы спросим пациента, капает ли он капли, он, скорее всего, скажет, что капает. Поэтому для оценки лечения, приверженности лечения при любых хронических заболеваниях есть простая шкала из восьми вопросов, называется метод Марис Кеврина. Он есть в интернете, можно легко ее найти, и можно адаптировать эти вопросы для любой терапии, любых заболеваний. Исходя из этого, вопросы, как вы здесь видите, они носят очень конкретный характер, и поэтому на них обычно пациенты отвечают более честно, чем на общие вопросы, соблюдаете ли вы. В итоге получается сумма баллов очень простая, то есть ответы просто суммируются, и можно оценить уровень приверженности. Так вот, исходя из этого, у нас получилось, что 53% всех пациентов имеют низкую приверженность к лечению, а высокую приверженность, которую мы бы хотели у глоукомных пациентов видеть, имеет 17% всех пациентов. Ну и исходя из вот этого, примерно становится понятно, как у нас все происходит, как лечатся наши больные, и как, в общем-то, в реальности, какие успехи лечения глоукома мы с вами можем ожидать. Хочу сказать, сейчас я надеюсь, что, да, загрузился слайд, хочу сказать, что мы с вами всегда оцениваем эту ситуацию не так, как пациенты. И здесь вы видите данные, которые получили при оценке приверженности врачами. Это те же больные, то есть там было 504 пациента, а это их врачи. На предыдущем слайде вы видели, что получилось, когда пациентов оценивали при помощи шкалы Мориски-Грина, а здесь вы видите, как сами врачи оценили своих пациентов. То есть, иными словами, мы с вами, врачи-офтальмологи, убеждены, что почти все наши пациенты прекрасно соблюдают наше назначение, а де-факто мы имеем только 17% прекрасно соблюдающих назначение, а 53% с плохой приверженностью. Это очень поучительная и важная история, она опубликована в Вестнике-офтальмологии, и, соответственно, мы, конечно, это понимаем. Что от этого получается? Получается, что терапия, конечно же, становится не очень эффективной. И вот здесь мы тоже получили разницу между консервантными и бесконсервантными препаратами. Ну, понимая, что пропусков закапывания меньше в случае бесконсервантной терапии, становится ясно, что механизм, собственно, такой работает. Федеральные клинические рекомендации на сегодня нам позволяют лечить глаукому очень по-разному. И что касается глазной поверхности и ситуации с бесконсервантными препаратами, эти рекомендации содержат вот такой пункт о том, что бесконсервантные капли, рекомендованные всем пациентам, конечно же, с любыми заболеваниями там, глазной поверхности, хроническими, аллергическими реакциями, это как старт. При любых каких-то там моментах мы, естественно, такие капли назначаем. Вот хочу сказать, что если мы с вами предвидим многолетнее лечение, то, конечно, мы должны понимать, что хотелось бы получить итоговую ситуацию, все-таки более или менее подходящую для хирургии, хотелось бы получить хорошую конъюнктиву, хорошую глазную поверхность, конечно, мы думаем о многолетних перспективах, выбирая стартовую терапию и меняя терапию, если появляются какие-то симптомы. Национальное руководство содержит эти хорошо известные принципы тоже избегать применения консервантов при большой продолжительности лечения пациентов, которым предстоит хирургия. Кому предстоит хирургия? Всем предстоит хирургия при большой продолжительности лечения. Каждый наш пациент при многолетнем течении глукомы очень вероятно, что когда-то станет хирургическим пациентом. Это нормально. Будет ли он после этого капать капли? Вначале, скорее всего, не будет. А в среднем через 16,6 месяца, по данному многоцентрового российского исследования, он опять будет капать капли. Может быть, даже раньше. Хотелось бы сказать, что, конечно, есть сейчас конкретный принцип комбинированной терапии, вы их все отлично знаете. Сейчас мы не капаем. По карманам сейчас по 4-5 флаконов гипотензивных капель уже не лежат, как еще лет 5 назад. Сейчас все-таки принцип 2-2 соблюдается. Два флакона, два раза в сутки, то есть утренние закапывания, вечерние закапывания. Рекомендации все это абсолютно поддерживают. И мы видим еще и рекомендации европейского глухомного общества, что, конечно, консерванты могут вызывать разные неприятности. И все это уменьшается при замене на бесконсервантные препараты. Мы отлично эту ситуацию понимаем, мы уже теперь все это не понаслышке знаем. И, соответственно, главные принципы какие? Меньше консерванта, меньше вспомогательных веществ, фиксированные комбинации, меньше закапываний. Все удобно, все направлено на повышение качества жизни нашего и без того замученного пациента. Американские рекомендации, мы говорим о том же самом, фиксированная комбинация, это очень удобно, это улучшает приверженность, это уменьшает токсическое воздействие всего, всех вспомогательных веществ. Конечно, безусловно, консервант, опять-таки, лишний риск, причем риск не только ухудшения состояния, но и риск ухудшения результатов хирургии. Мы об этом знаем. Есть данные конкретные, касающиеся бесконсервантного тафлатана. Тафлатан – известный препарат, нам очень повезло в Самарской области, он у нас вошел, тафлатан, появившись на рынке, в бесконсервантной форме, вошел у нас в льготу. И мы поэтому очень много у нас пациентов, которые стали его получать, нам было приятно очень такую ситуацию иметь. И, соответственно, хочу сказать, что есть конкретные данные. Здесь вот данные о переводе маслатана просто. Уменьшаются разные неприятные ощущения. Мы теперь этот препарат уже знаем хорошо, поэтому я не думаю, что я что-то новое рассказываю. Мы уже все его видели, реально применяли и знаем достаточно хорошо. И знаем хорошо фиксированную комбинацию Тептиком, Туфлопрост, Тимолол. Соответственно, мы знаем, что действительно дополнительный гипотензивный эффект мы наблюдаем. Вы видите, здесь он не такой маленький, 2-3 миллиметра ртутного столба. При переводе в том числе есть очень мощных комбинаций, например, таких как Дематопрост, Тимолол. Возникает нормальный закономерный вопрос, что мы считаем, что Тептиком у нас по механизму действия будет мощнее, чем Дематопрост, Тимолол. Хочу сказать, что большой вклад в этот эффект вносит именно приверженность, вносит лучшее соблюдение рекомендаций и лучшая переносимость. Это очень важный момент. Но плюс есть особое сродство с Тимололом. Действительно, в реальность ситуации это имеет большое значение. Поэтому хочу еще одним исследованием поделиться результатами. Это исследование реальной клинической практики, исследование фиксированной комбинации. Тептиком, то есть препарат Тептиком, но в реальной клинической практике это наша российская ветка работы, в которой мы тоже принимали участие. И хочу сказать, что действительно пациенты приходили у нас для перевода, переводились в сторону усиления, менялся режим, назначалась комбинация Тептиком, Тимолол. И мы правда увидели значимое снижение симптоматики. И вот российская ветка, суммированная, она дала вот такие результаты. Результаты – это и уменьшение сухости, уменьшение раздражения, уменьшение зуда и уменьшение чувства инородного тела. Вы видите здесь проценты, доли уменьшения этих симптомов. Что ценно для нас в этой работе? Ценно то, что это реальная клиническая практика. Это всегда важно, потому что так, конечно, много чего написано красивого и правильного. В итоге представляется, в принципе, очень полезным такой тезис профессора Тюксена о том, что разных факторов риска поражения глазной поверхности очень много. Что мы отлично знаем, что целая группа факторов риска – это гормональные состояния, это женщины пожилого возраста и так далее. То есть это огромная тема. Тут очень много всего сходится вот в этом глоукомном глазу. И, конечно, облегчить жизнь наших пациентов, сделать ее легче, приятнее, хоть как-то улучшить все это. В общем-то, конечно, мы с вами можем, но в том числе выбирая и бесконсервантную терапию таких пациентов. Я благодарю вас за внимание. Я надеюсь, что вы зададите вопросы, если они есть. Ну и, конечно, хочу сказать, что я очень рада, еще раз хочу сказать, что я очень рада участвовать в этом мероприятии. И, в общем-то, для меня это очень приятно. Вот очень приятно видеть Надежду Юрьевну, которую я уже вижу. Да, я очень рада ее приветствовать. Вот, поэтому давайте зайдемся закрепить в жизни вместе. Добрый день, уважаемые коллеги. Задавайте вопросы в чате. Спасибо, Елена Владимировна, за очень интересное сообщение. На самом деле, мы, как я, вот, глоукому доктора и глоукомного больного всегда представляю в виде такого треугольника. И когда начинаешь делить, либо больной оказывается на стороне глоукомы, либо больной оказывается на стороне доктора, который за него переживает. И понятно, что большинство должно победить, да? Вот, поэтому, конечно, нам хочется, как любому доктору, помочь нашим пациентам, в том числе и в этом таком немаловажном вопросе, как улучшение качества жизни. Что, в свою очередь, конечно, будет способствовать стабилизации глоукомного процесса в обязательном порядке. Доктора? Вопросов мы не видим, да, Елена Владимировна, в чате? Да, пока не видим, но я думаю, что мы на одной волне, мы на самом деле все вместе, я думаю, мы отлично друг друга понимаем, вот, поэтому всем спасибо за внимание и с большим удовольствием тогда передаю слово Надежде Юрьевне. Спасибо огромное, Елена Владимировна. На самом деле, на самом деле, то, как наши пациенты живут, складывается из очень многих составляющих, в том числе и из, конечно, того, насколько у них есть возможности для реабилитации их в дальнейшем. Потому что глоукома, как правило, это обязательно еще и сопутствующая катаракта у многих больных. И, конечно, коррекция пресс-биопи у этих больных тоже вопрос немаловажный. И вот поговорим об этой составляющей качества жизни наших пациентов. Как правило, конечно, что такое коррекция пресс-биопи у больных после хирургии катаракты? Как правило, это, конечно, имплантация различных интерокулярных линз. И на сегодняшний день пациенты с глоукомой, они имеют, в общем-то, те же ожидания в отношении качества зрения после экстракции катаракты, как и пациенты с обычной возрастной катарактой. Мы все живем в такой информационный бум, во времена информационного бума, и к нам пациенты очень часто приходят уже подготовленные в отношении различных интерокулярных линз. И, конечно, очень часто задают нам вопрос о том, что можно ли им поставить такую линзу и вообще избавиться, в общем-то, полностью от очков. И если мы пациентам с обычной возрастной катарактой можем предложить такой способ коррекции, можем говорить им, что да, мы можем вас избавить от очков вообще, имплантируя многофокусную линзу, то в случае больного с глоукомой, то это, конечно, ситуация уже немножечко другая. И вот имеют ли наши пациенты с глоукомой возможность коррекции пресс-биопии, этот вопрос встает очень часто и достаточно у многих пациентов, потому что катаракта молодеет, глоукома молодеет, и возможность, необходимость факумульсификации катаракты наступает достаточно рано. Понятно, что это часто работоспособный возраст, и наши пациенты хотят иметь хорошее зрение и вдали, и вблизи, не пользуясь очками. По мнению ряда авторов, в общем-то, достаточно длительное время считалось, что глоукома на любой ее стадии является абсолютным противопоказанием к имплантации мультифокальной линзы, вследствие того, что эти линзы приводят к снижению контрастной чувствительности, и так, в общем-то, сниженной у пациентов с глоукомой, вследствие ослабления связочного аппарата, в связи с слабой реакцией зрачка у этих пациентов, которая имеет немаловажное значение для хорошей работы мультифокальной линзы. И вот основные проблемы у пациентов с глоукомой при обсуждении вопроса о возможности имплантации мультифокальной линзы – это размер зрачка, проблемы контрастной чувствительности и необходимость, в общем-то, стабильного рефракционного эффекта у данной группы больных. Если мы говорим о контрастной чувствительности, то мы подразумеваем под собой способность человеческого зрения видеть объекты, которые мало отличаются по освещенности, по светлоте, где-то мы встречали такое обозначение, по освещенности, яркости от фона. И вот исследование контрастной чувствительности у пациентов в зависимости от стадии глоукомы приводится вот в этой работе. Мы видим, что в зависимости, чем выше стадия глоукомы, тем хуже контрастная чувствительность у наших пациентов. И если это начальная стадия, мы видим, чувствительность сохраняется и в виде сохранения способности четкого изображения при слабой освещенности, при низкой контрастности, в то время как при продвинутых стадиях глоукомы мы видим, что глаз способен воспринимать более крупные только объекты и с более резкой освещенностью, и с более резкой контрастностью. Если говорить о том, какие вообще линзы существуют в настоящее время для коррекции пресс-биопии, то, в общем-то, можно сказать о том, что есть несколько различных линз, которые мы имплантируем нашим пациентам. Если монофокальные линзы или линзы с одним фокусом имплантируются, то они, конечно, обеспечивают хорошее зрение на одной дистанции, либо вдали, либо вблизи. Для других дистанций требуется очковая коррекция. Появление мультифокальных линз решило эту проблему, и мультифокальные или многофокусные линзы, они имеют точки хорошего видения на различных дистанциях и снижают зависимость от очков. Однако современные мультифокальные линзы, имея на поверхности своей дифракционную решеточку, обеспечивают зрение прерывистое. То есть мы имеем какие-то переходные зоны, на которых у нас зрение будет нечеткое, размытое. И в настоящее время появились линзы, достаточно длительное время они уже существуют. Имеются линзы с расширенной глубиной фокуса, с улучшенной глубиной фокуса. Они позволяют получить непрерывное зрение на всех дистанциях и полностью избавиться от очков. На самом деле все линзы мультифокальные, они в той или иной степени влияют на потерю светового потока. И на этой таблице представлены те проценты потери светового потока, которые были отмечены в той или иной мультифокальной линзе. На вот этих слайдах в этом исследовании контрастная чувствительность исследовалась в фотоапических условиях между, то есть сравнивалась контрастная чувствительность между линзами с улучшенной, глубиной фокуса и мультифокальными линзами. Так вот, в этом исследовании, в сравнении фотоапических условиях, контрастная чувствительность была практически одинакова. Если говорить о измерении контрастной чувствительности в мезопических условиях, то лучшие результаты дала линза Symfony, которая является линзой с улучшенной глубиной фокуса. Тогда как контрастная чувствительность вблизи измерена в фотоапических условиях, была лучше у линз, которая являлась мультифокальной. Большое значение имеет при имплантации мультифокальной линзы для получения хорошего рефракционного эффекта, большое значение имеет, конечно, размер зрачка. Вот в исследовании, которое приведено вот на этом слайде, была продемонстрирована корреляция, значительно положительная корреляция размера зрачка с размерами ореолов после операции при использовании, в общем-то, обеих линз, как Symfony, так и Panoptix. Стоит отметить, что, конечно же, размеры ореолов были значительно больше в группе пациентов у мультифокальной линзы, Panoptix. А узкий зрачок, конечно же, он затрудняет использование всех возможностей дифракционной решетки мультифокальной линзы. И те надежды, которые мы ожидаем от имплантации мультифокальной линзы у пациентов с ригидными зрачками, конечно, они у нас не оправдываются. Хочется сказать, что как маленький ригидный зрачок влияет на возможности мультифокальной линзы, и мы не имеем возможности использовать все способности этой линзы, то также и широкий зрачок, который мы можем наблюдать у пациентов после приступов глоукомы, либо после каких-то еще других травм, допустим, возможно, то вот эти широкие зрачки, они, конечно же, приводят к тому, что добавляются дополнительно ореолы, засветы, что тоже приводит к нежелательным эффектам после имплантации мультифокальных линз у наших больных. Стабильность рефракционного эффекта – это одно из необходимых условий, конечно, после имплантации мультифокальной линзы, а мы знаем, что уже Лена Владимировна нам говорила, что глоукома, она не всегда, ну, как сказать, оперативное лечение глоукомы не всегда приводит к стабилизации глоукомного процесса на длительный период времени, и любое оперативное вмешательство, которое возможно, повторное оперативное вмешательство, которое возможно будет проведено в последующем, оно, конечно, также может повлиять на стабильность рефракционного эффекта, что очень является важным для наших пациентов. И есть, конечно, оперативное вмешательство, современная хирургия глоукомы, которая позволяет избежать рефракционных нарушений и обеспечивает более стабильный рефракционный эффект у наших пациентов. Это так называемая минимальная инвазивная хирургия глоукомы, при которой обычно доступ проводится не снаружи, проводится не на наружной капсуле глазного яблока, а операции выполняются об интерна, либо они достаточно высокий профиль безопасности имеют, не имеют серьезных осложнений интро- и послеоперационных. И, однако, понятно, что вот эти все девайсы, которые предлагаются для использования при минимальной инвазивной хирургии глоукомы, они, конечно, тоже доступны не всегда, но те процедуры, которые также достаточно мало влияют или практически не влияют на рефракцию, не вызывают астигматизм, они усугубляют астигматизм, такие как яклазерная активация тробекулу, различные виды тробекулопластика, СЛТ, тробекулотомия об интерна, которая проводится при некоторых видах глоуком, то понятно, что вот эта хирургия, она никак не влияет на рефракцию астигматизм, и, в общем-то, сочетание хирургии катаракты с подобной хирургией, она может также сочетаться и с имплантацией линз, которые позволят коррегировать еще и пресс-биопию в послеоперационном периоде. Понятно, что на выбор вида интерокулярной линзы у этих пациентов играет достаточно много, достаточно много факторов, это, конечно же, и стадии глоукомы, понятно, что выбор очень индивидуальный, и имплантация подобного рода линз при далеко зашедшей стадии, при терминальной стадии глоукомы совершенно не оправдана, однако первая-вторая стадия глоукомы, когда мы имеем начальное изменение, в общем-то, не является абсолютным противопоказанием для имплантации подобных линз, и вот я знаю, сейчас уже много появляется работ о том, что имплантируются различные виды интерокулярных линз у таких пациентов, однако всеобщее мнение, это, конечно, абсолютно индивидуальный подход, в том числе и в плане возраста, потому что если мы говорим о возрасте достаточно молодом, мы подразумеваем, что кроме глоукомы у них не страдает сетчатка, нету макулярной патологии, и это не повлияет в дальнейшем на результат проведенного вмешательства, тогда как у более возрастной категории людей встречается и возрастная макулярная дегенерация, которая, конечно же, сведет на нет все наши усилия, и мы не получим того эффекта, который ожидаем. Понятно, что этиология глоукомного процесса также очень важна при выборе имплантируемого интерокулярной линзы. Какие-то вторичные глоукомы, глоукомы при выраженном псевдоксфолиативном синдроме, когда мы можем наблюдать нестабильность капсульного мешка, то, конечно же, в этих случаях мы подумаем, прежде чем идти на имплантацию подобного рода линз. Еще один фактор, который также будет влиять на выбор интерокулярной линзы у этих пациентов, ну и, возможно, даже с точки зрения точного определения рефракции, это прекорнеальная слезная пленка у наших пациентов. По многочисленным исследованиям уже доказано, что качество прекорнеальной слезной пленки влияет и на наши измерения, и на определение рефракции у этих пациентов дооперационной, и на дооперационное определение передней-задней оси, а точность этих исследований, конечно же, не вызывает никаких сомнений для того, чтобы с точки зрения качества, с точки зрения точности планирования рефракционного эффекта у таких пациентов. ИДОФ – это английская аббревиатура интерокулярных линз Extended Depth of Focus EOL, что в дословном переводе означает линзы с увеличенной глубиной фокуса, но мы в литературе встречаем и интерокулярные линзы с улучшенной глубиной фокуса. Впервые идею расширения глубины фокуса опубликовали в 1982 году японские ученые Наказава и Ацуки. Они наблюдали аккумуляционный эффект в две диоптрии при имплантации монофокальной линзы у 39 пациентов после экстракции катаракты. В свое время это натолкнуло на разработку этих линз с улучшенной глубиной фокуса. И учитывая то, что на поверхности этих линз нет вот такой дифракционной решетки, и можно предположить, что линзы с увеличенной глубиной фокуса, и вообще линзы этого дизайна являются одним из возможных вариантов для имплантации у пациентов с глаукомой. Данный тип линз лишен перекрытия ближних и дальних изображений, которые наблюдаются при имплантации стандартных классических мультифокальных линз, и тем самым устраняется галлоэффект у этих пациентов, а также в результате своего дизайна он лишен влияния ширины зрачка на зрительные функции. Лучшие показатели контрастной чувствительности, которые приводят некоторые авторы, по сравнению с мультифокальными линзами, также, в общем-то, склоняют нас к выбору этих линз с расширенной глубиной фокуса у пациентов с глаукомой. В настоящее время на рынке есть несколько линз с расширенной глубиной фокуса. Это, в частности, линза Technics Symphony компании Johnson & Johnson, изготовленная из гидрофобного акрила с ультрафиолетовым фильтром, а также есть линза Lentis Comfort, которая изготовлена из гидрофильного акрилового полимера с гидрофобной поверхностью и ультрафиолетовым фильтром. Вот эти две линзы, они имеются на рынке и, в общем-то, достаточно широко используются. В частности, нами в свое время, мы в свое время захотели, в общем-то, попробовать, конечно, имплантировать эти линзы у пациентов с глаукомой. Тем более, как я уже говорю, таких пациентов становится все больше, и требования их к качеству зрения возрастают, и то, что появилась возможность имплантировать такие линзы у этих пациентов, в общем-то, это очень хорошо. В настоящее исследование достаточно, это первые совершенно результаты имплантации этих линз у пациентов с глаукомой. Линзы были имплантированы в 10 глаз 7 пациентов. В 4 случаях имплантация была монолатеральная. Нет, не в 4, в 7 случаях имплантация была монолатеральная. Запуталась, простите. В 4 случаях имплантация была монолатеральная, а в 3 случаях в 6 глазах, конечно, билатеральная. Возраст пациентов составил с 61 до 81 года. Некоррегирована острота зрения. Острота зрения вблизи измерялись в первый день после операции, а также через 2-3 месяца. Также через 2-3 месяца выполнялась компьютерная периметрия по программе 32. На момент имплантации в 8 глазах наблюдалась развитая стадия глоукомы, в то время как в 2 глазах была диагностирована стадия глоукомы развитой, но на границе с далеко зашедшей. Но по настойчивой просьбе больных мы все-таки предприняли. После, конечно, длительной предварительной беседы мы имплантировали им эти линзы. И оперативное вмешательство, конечно, выполнялось лишь при условии компенсации антроглазного давления. Причем в 4 из 6 случаев удаление было скомпенсировано медикаментозно, в 2-х выполнена антиглоукоматозная операция. У 5 пациентов был диагностирован закрытый угол передней камеры, открытая угольная глоукома наблюдалась в 2 глазах 2 пациента. Если говорить о том, на каких препаратах были компенсированы наши пациенты, то в первую очередь, конечно, это фиксированные комбинации. И хорошо нам известны комбинации брензоламида с тимололом. И, в общем-то, эта комбинация позволяет по сравнению с другой фиксированной комбинацией снизить внутриглазное давление дополнительно на А19. И, в общем-то, вот эта комбинация брензоламида с тимололом – это давно и хорошо проверенная комбинация, которая на сегодняшний день в клинике очень хорошо себя зарекомендовала. И наши пациенты, они, зная хорошую переносимость этого препарата, в общем-то, несмотря на сегодняшние трудности в том, что в закупке этого препарата, в общем-то, они продолжают быть ему верными, так скажем. Тем более, что пациенты на этой терапии, в общем-то, достигают гораздо более значимого снижения внутриглазного давления, чем на комбинации другого фиксированного, на фиксированной комбинации других препаратов. Ну, как я уже сказала, что очень хорошая переносимость, очень удобное использование препарата дрозоламида с тимололом, в общем-то, оставляют своих приверженцев. И этот препарат мы по-прежнему рекомендуем к использованию как в качестве дооперационной подготовки, так и в качестве послеоперационного введения. Вот если говорить о тех пациентах, которые были прооперированы, которым была имплантирована эта линза, то хочу сказать, что если в среднем до операции максимально коррегированная острота зрения составила 0,4, и все пациенты нуждались в дополнительной очковой коррекции для работы на близкой дистанции, то после операции некоррегированная острота зрения составила единицу, то есть 100% 9 глазов и 0,6 у 81-летнего пациента с далеко зашедшей стадии глоукома. Но этот пациент вблизи имел зрение, читал свободный пятый шрифт и был очень доволен. Все пациенты могли свободно читать газетный шрифт, и среднее внутриглазное давление до операции составило 20 мм штутного столба, и, в общем-то, после операции на фиксированной комбинации дрозоламида и тимолола, в общем-то, это давление не повышалось. То есть через 2-3 месяца после операции острота зрения вблизи, максимально коррегирована острота зрения вдаль и максимальное зрение вблизи, в общем-то, и давление, в общем-то, были стабильны у всех пациентов. Вот в нашем исследовании по данным компьютерной периметрии динамика показателей светочувствительности светчатки оставалась стабильна во всех случаях. Однако в некоторых случаях мы даже отмечали повышение этого индекса, что, в общем-то, можно объяснить выраженными понятнениями в хрусталике до операции. Хочу сказать, что возможность перехода после операции у некоторых пациентов, возможность смены гипотензивного режима после операции у некоторых пациентов на бесконсервантные формы аналогов простагландина, эта возможность объясняется тем, что у некоторых пациентов с закрытой угольной глоукомой мы достигали снижения давления и перевод на омона терапию за счет того, что была удалена основная причина. И возможность использования бесконсервантных форм, которые не вызывают изменения поверхности глазного яблока, не вызывают дискомфорта при закапывании, возможность закапывания один раз в день тоже повышает качество жизни наших пациентов, что является основной темой нашей сегодняшней встречи. И хочу сказать, что эти препараты тоже очень хорошо себя зарекомендовали, и поэтому мы и продолжаем их рекомендовать к использованию у наших пациентов. Спасибо за внимание. Есть ли какие-то вопросы? Спасибо огромное. Да, я в заключении хочу сказать, что очень хорошо, что у нас появляется такая возможность помочь нашим пациентам с глоукомой и в этом смысле, потому что когда тебе передают приветы от этих пациентов, которые имеют двустороннюю имплантированную линзу с улучшенной глубиной фокуса, и говорят, что человек избавился от очков, он видел вдаль, допустим, с плюс 2, для близи 4,5, и сейчас абсолютно ходит без очков, конечно, это стимулирует к дальнейшему изучению этого вопроса и к дальнейшему подбору. Конечно, это требует необходимости дальнейшего изучения, более тщательного изучения, долгосрочного изучения, но тем не менее оптимистичные первые результаты ни в коем случае не освобождают нас от дальнейшего изучения, поэтому мы будем продолжать работу в этом направлении. Контроль качества. Уважаемые коллеги, контроль присутствия мы сейчас с вами запускаем. Запустили уже, пожалуйста. Отмечайтесь. Мы, наверное, с вами будем потихонечку заканчивать нашу встречу. Спасибо большое всем за внимание, Елена Владимировна. Большое спасибо. Спасибо. И, конечно, самые лучшие пожелания, и надеюсь, что очные наши встречи не за горами. Да. Будем встречаться. Спасибо огромное, Елена Владимировна. Всего доброго. Спасибо. Коллеги, до свидания. Всего доброго. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok